Автокресло каждому ребенку. Сотрудники ГИБДД провели очередной рейд, в ходе которого не только выявляли родители и нарушители, но и объясняли им важность соблюдения правил дорожного движения. Доброе утро, лестница. Сегодня профилактический рейд у нас проводится. Родители, водители. Ребенка в детском удерживающем устройстве. Наталья Костина проверку инспектора проходит. Ее дочь сидит в кресле и пристегнута ремнями безопасности. У женщины двое детей, младшему два, старший семь. Каждому из них она подобрала соответствующее удерживающее устройство. Ведь здоровье сына и дочери для нее на первом месте. Даже по итогам прошлого года я смотрела тоже в новостях, и было очень много родителей, которые пренебрегают безопасностью ребенка, и в принципе они были наказаны. Поэтому я считаю, что да, такие рейды нужны. И потом сотрудники ДПС, они всегда объясняют водителю, что это нужно соблюдать эти правила. По традиции рейд родителей водителей инспекторы ГИБДД проводят ранним утром. Патрули стоят вблизи школ и детсадов. Детей до 12 лет необходимо перевозить в специальных удерживающих устройствах. Для каждого возраста надо подобрать определенный вид кресла. За нарушение этого правила штраф в 3000 рублей. Профилактические рейды, в том числе сегодняшний, безусловно дают свои результаты. Потому что статистика никогда не обманывает. Становится меньше нарушений, связанных с перевозкой детей. И мы искренне верим, что это поможет снизить уровень детского травматизма на дорогах. Профилактический рейд проводят сразу в нескольких районах. Причем не только в городе, но и за его пределами в поселках. Ну, чем чаще проводится, тем лучше, наверное. Это, прежде всего, для безопасности самого себя, детей, своей семьи. В результате рейда зафиксировали 8 нарушений. Больше всего в черсе города. С нарушителями провели беседы с приведением примеров последствий ДТП, в которых пострадали дети. К сожалению, за 4 месяца у нас 8 детишек пострадало в ДТП, в 4. В одном ребенок, чаще всего 2-я школа, перебегал дорогу в нескольном месте. В 2 ДТП дети перевозились с нарушением правил дорожного движения без детского удерживающего устройства. Сотрудники ЕБДД совместно со специалистами администрации и управления образования приступили к реализации областной программы «Внимание, дети», которая призвана обратить внимание на юных пешеходов и снизить уровень детского травматизма на дороге. Ульяна Шелькова, Александр Захаров, Денис Хромцов. Хроника дня.